охны 47 звук расположен в пространстве физическое свойство проявляет можно сказать что это материя если нет то можно сказать что поле это тоже типа звука можно сказать что это материя можно не говорить что это материя потому что это не материя звук это колебания звук физическое явление представляющее собой распространение упругих волн газообразной жидкой или твердой среде вот мы постучали пошла волна воздух колеблется у тебя ушка это слышит атомов звука нет никакой вот этой бредятины нет но всегда есть дебилы и в частности дебилы придумали фанон квазичастица квант энергии согласованного колебательного движения атомов твердого тела образующих идеальную кристаллическую решетку то есть они взяли звук и назвали квазичастицей фаноном ну практически это так читаем еще раз фанон квазичи частица квант энергии согласованно колебательного движения фанонов энергия это не частицы да но они сделали частицы при этом квазичастицы это у них возит частицы это понятие в квантовой механике ведения которая позволяет существенно упростить описание сложных квантовых системах если тыква это не тыква но ты называешь это тыквой надо лечить тыкву и тому кто научил и тому кто повторяет фанона то есть википедии ты не придумал то 21 век и вот такой бред автором этого бреда является современный бредолог игорь евгений там советский физик теоретик нобелевский лауреат академик академии наук откуда берутся да он вроде когда сталинских премий там ну ты в коллективе работаешь да ты становишься нужным решаешь какие-то вопросы но интеллектуально ты остаешься закончившим мфт и таким вот человеком тебе дают нобелевские премии вот у нас как человек к нему какой-нибудь придумает ему дают нобелевскую премию на советском союзе нобелевские лауреата почти все наверное все все кончены гинсбург кончены ландау кончены капица кончены это вредители вот их специально выискивают до всех самых тупых да и заряжают уже же ученых которые рекламируют жаре салферов кончены это все рекламаторы прохиндеи и так далее вот они рекламируют теорию относительностью придятину занесенную из него саксами вот эти вот все вредители да он может кадрово где-то там рядом кому-то присосаться какому-то там теоретику и что-то там рядом там с курчатом сахаром что и там лопатать а научно интеллектуальная вклад от него научная деятельность это вот позор такая вот ситуация со звуком звук не является в материи атомов звука нет частиц звука нет все это соплижуйство не имеющие отношения к реальности о умник сержик виктор не может понять что бесконечности не может быть две бесконечность 1 а когда какой-то фрукт пытается поделить бесконечность и получает в итоге бесконечности с началом в какой-то точке и думаю что все логично то можно сказать что это логично только его фруктовом мире ну представьте но это объективно из данной точки мы можем подлить бесконечно лучше вправо и влево товарищ с этим не согласен потому что по-другому написали ему в учебнике вот коллектив дур предшественников написал ему в учебнике что вот бесконечность только одна и он уже не может сосредоточиться и принять какие-то факты ну что сказать нам нужны такие люди для охраны каких-то помещений вот стражники из вас сказали стой никуда не уходи будь верен все вот таким мозгом люди идеально подходят из вас очень хорошие стражники получатся конвоиры его невозможно заболтать переговорить в чем-то уверен значит все вот глашатай как ему кажется здравого смысла стайс 1000 ну и бред же тогда формуле гравитации должна вычитаться сила отталкивания чего нет в полной формуле есть зайдите в монографию в это увидите вам две силы от комплекса и частное отталкивание в результате дают нормальную силу приталкивания то есть у вас удивление чего вы не понимаете далее и при погружении в толщу земли сила приталкивания двух тел должна уменьшаться затем должно начаться отталкивание земля и солнце будут пустые внутри вы ваши познания о том что внутри они сводятся к тому что вы поверили в результате образования ну справочно сила воздействия вот как по классической физике даже по ньютоновской версии да что воздействие внутри на тело останавливаться если бросить шарик просверенную сквозь землю дырочку он там поколеблется и становится в центре да это вполне нормальная вещь то же самое применительно к приталкиванию для малых тел они не обязаны быть пола земля ну не факт она может быть поло и она может быть не пола с этим проблем нет на макро уровне тела вполне себе могут быть поле внутри и солнце может быть пола внутри кроме вашего удивления здесь ничего нет силовой расчет показывает что в этом ковре галактик в этой взвесе галактик до скопление тел равномерно заполненном пространстве может вы и про это не знаете но сообщаем пространство равномерно, на макроургане заполнено. Вот, тела могут держаться на отталкивании, занимать вот это равновесное положение. И в результате этого, естественно, есть какой-то максимальный размер тел. Максимальная масса тела, превысить которую тело не может, потому что с его поверхности будут источаться частицы, какие-то улетать не только частицы, но и какие-то маленькие тела, отрываться кусочки, улетать в открытый космос. Если тело будет сильно большим. Это будет происходить без всяких там дополнительных сжиганий какого-то топлива. Это естественный процесс. Собственно, мы примерно то и наблюдаем, да, у нас есть светила, которые отдают материю в форме, как говорится, солнечный ветер, в форме испускания фотонов и так далее. Это обычные вещи, которые вы просто удивляетесь сейчас. Будут невозможны термоядерные реакции на Солнце, нетронные звёзды. Ну и проблема-то с этим какая? Если вам есть чем обеспечить процесс без топлива, вот зачем вам топливо? Вот кто-то придумал топливо, вам сказали сказку, вы в неё верите, основание для верования. Вы верующие во всякую ерунду, которая вам неадеквата, говорят. Вот современные физики, лет сто назад физики, вот этот пласт физиков, ну, это уверенные дебилы, которые сочиняют всякую хренотень, верят в большой взрыв, в тёмную энергию, в тёмную материю, кротовые норы, червоточенные, белые дыры, чёрные дыры. Это придурки, тупорылые, скотские придурки, которые сочиняют всякую дебильную, безмозглую чепуху. Вы в неё веруете, вы верующие, вы сектант, которого раздраканивают до такой степени, что из-за веры в большой взрыв он начинает кидаться на религию, причём не на все религии, а только на православие. Это вот такая вот реальность, 21 век. У нас есть бешеные люди, которых целенаправленно воспитывают. Шарики с газом, молекулы отталкиваются, там не образуются скопления. И что? У вас есть обрывки мыслей, вы их думаете. Вот если у вас что-то, вот у нас ссылочка такая есть, для таких, как вы. Мы предоставляем, когда вот агрессивное невежество прорывается на поверхность, пока потуги критикующих не приведены к форме. Такое-то утверждение, в части такое-то, является несоставительным по такой-то причине, всё это не критика, а деятельность, имитирующая мыслительного, но по сути таковой, не являющаяся. Если мысль не накудахтывается, то она не выхрюкиваема. Правила конструктивного обсуждения просты. По одному пункту до полной ясности. Выберите одну позицию, по основному предмету. Мысль не должна сводиться с загибания пальцев, сделайте то-то и то-то, я подумаю. А именно к конкретному вопросу, пункту позиции. Мысль должна носить внятную форму. Такое-то утверждение, в части такой-то. Обоснование. Если изразить мысль не можете, то ваша мысль не формируется из-за отсутствия мнения интеллектуального содержания. Один пост в большинстве случаев. Не прыгайте, не говорите гоп. Не прыгайте с вопроса на вопрос. Не врите. Абстрактное говорение не требуется. Аспортите какую-нибудь формулу или вывод. Формулу здесь, ссылочка. Видео здесь. Все. Вот и вы забыли, беззаре с чем конкретно вы не согласны. Или членов раздельно озвучить. И так далее. Вот несколько страниц ответов. Хамить обычно начинают от интеллектуального бессилия, идиотия, от греческого диете, невежество группы, самая сильная степень рожденного слабоумия, оригофрения. Какое конкретное утверждение формулы график не верны? Вам дали полное теоретическое обоснование целого комплекса физических процессов, понять содержание вашего мозга не хватает. Вы всем стадом критиканов не можете изразить одну вменяемую фразу. Такое-то утверждение в части такой-то является несостоятельным по такой-то причине. Вы реальная жертва некачественного образования. Между ваших полушарий навалили лженаучных экскрементов. Вы их впитали. У вас хрюму возражения или что-то осмысленное. И так далее. Почитайте. Это составлено в старые года. 12-й год, 14-й год. Просто уже сохранил как документ. Потому что вы бормочите все стандартную несмышленную ерунду. Нету никакой критики. Как бы вы ни пыжились. Есть ваша несмышленность и неспособность сосредоточиться, товарищи критики. Вот пример еще недавно был азерийский. Слов не различает оттуда же. Все. Критики отстой. Ждем вас, критики. Хлопаем, когда вы приходите. ДЧ-76. Планеты вращаются медленно, а пульсары, нейтронные звезды вращаются очень быстро. Имея размеры намного больше Юпитера и чудовищную плотность материи, они делают около 20 тысяч оборотов в секунду, а не за одни сутки. Правильно говорить так. Как дуры веруют в пульсары, которые очень быстро вращаются. Принцип примерно такой. Вот съезд офтальмологов. Прошел съезд офтальмологов, они вечером собрались там в баре, и вот один такой рассказывает, канадский офтальмолог, мы, говорит, дошли до такого уровня, что мы из лучших пород дерева сконструировали глаз, хрусталиком из кедра. Человек таким глазом видит больше единицы, где-то два-два с половиной видит, видит на большую дальность, способен как микроскопом, ну и все такие, о-о-о, наш сидит и говорит, недавно, говорит, вальчику деревьев Рябову оторвало детородный орган бензопилой дружба. Ну, катастрофа, жизнь потеряна, ну, посовещались, я пришел ему коровье вымя, он теперь четырех баб удовлетворяет и пять литров молока дает. Я спрашиваю, да ну, брехня, кто это видел, как-то этот ваш с деревянными глазами. Это вот, ну, брехня, пульсары, которые вращаются. Ну, давайте, Википедия, пульсар, это сильная, намагниченная, вращающая, нейтронная звезда, испускающая лучи электромагнитного излучения из своих магнитных полюсов. Это вот такой вот шарик, где вот здесь вот, и вот здесь типа лучи, да, какие-то, и шарик вот так вращается, да, и ось вращается, и кое-что может когда-то вам прилетать. Этих шариков нахрен никто не видел. Это полностью вымышленная хреновая тень. Ну, то есть, вот это вот всего точно не наблюдается, наблюдается только, только доходящее пульсирующее излучение. Когда мы рассказывали о базовом гравитационном поле, мы рассказывали подробности, да, как это происходит. Ну, вот есть какой-то, допустим, объект, вот предположим, вот давайте вот это, рассмотрим, как планету, да, из чего состоит планета, да, или солнце, ну, объекты где-то, он состоит из каких-то атомов, да, молекул, так далее. Это планетарная система. Мы объясняли, почему невозможно. Вот эти вот системы, они колеблются колеблются в постоянном такте. Это получается объемная волна, которая распространяется на всю Вселенную. Как распространяются волны по Вселенной? Есть объекты, и есть распространение воздействия, Вот оно такое, 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 такое. Это все распространяется. Вот мы рисуем. Это такие гармоники. Как они распространяются в пространстве. Вот вы обратите внимание, они неравномерны. Вот здесь так, а здесь так. Расстояние во времени разнесены. Они, колебания идут. Это понятно. Вот удар, когда здесь, и здесь, здесь, здесь. Есть такое понятие, да, для вашего понимания упрощенное, можно сказать, дифракция. Это реальное физическое явление. Вот эта вот вся масса, которая здесь в центре, вся вот эта вот масса, она это производит. Естественно, что на больших расстояниях этот сигнал, это воздействие доходит с перерывом. Как бы вы ни рассматривали, вот эти вот все суммы волн, они приходят с перерывом. Чем дальше, тем больше этот цветок разрастающийся. Больше расстояние, больше сигнал, больше время. И это естественный процесс, да, общий физический, понятно, у него есть природа. А когда вы вместо этого придумываете, что у вас есть звездоперды, которые выпердывают через две дырки, через два ануса, какие-то у вас лучи, выфрундивые, да, и это вот все у вас вот так вот вертится, которых никто не видел. Физических оснований для них нет, это номер разум. Теперь откуда взялись вот эти звездоперды, которые вы называете пульсары, которые вращаются на бешеных скоростях? У ребят был выбор, они его обсуждали публично, у них было два выбора. Либо это инопланетяне передают сигнал, либо это какая-то другая фигня. И они придумали другую фигню, они придумали бешено крутящиеся звездоперды, которые выпердывают свечение, и когда оно попадает на вас, вы это видите, все. Вот такая, ну не свечение там, воздействие полевое, волновое. Выдумать можно любую хренотень, основание, закон достаточного основания. Для этих пульсаров нет никакого достаточного основания, вообще никаких нет оснований. Их придумали болезные. Они даже расстояния до этих объектов точно неизвестны, она может через галактику пробиваться, может нет. Это полностью бред, это полностью бред, который транслируется в ваши ослабленные информационным обманом мыслительные органы, скажем так. Теория относительности Эйнштейна получила новое подтверждение благодаря Луне. Ученые измерили массу Луны с помощью лунного лазерного дальномера за последние 50 лет. Подтвердились невиданной точностью, что все свойства массы равнозначны. Это значительно укрепляет принцип эквивалентности Эйнштейна, являющийся основной теорией относительности. Вот причинно-следственная связь. Я вчера обнял Тамару и поцеловал ее в ухо. Это очень укрепляет принцип эквивалентности Эйнштейна, являющийся основой теории относительности. Это с невиданной точностью, что все свойства массы равнозначны. Масса Тамары вообще инертная. Я долго ее с помощью лазерного дальномера изучал. А Стефанида-то вообще однозначно. Люди уже просто бормочат. Короче, мне стыдно это читать уже. Субтитры сделал DimaTorzok